Достойное выступление. Крымчане заняли первое место на международном фестивале конкурсе музыкально-художественного и народного творчества «Русская сказка». Почти три десятка коллективов из всех регионов страны боролись за звание лучших в культурной столице России. Но именно наш крымский ансамбль обошел всех. Юных чемпионов в Симферопольском аэропорту встречала наша съемочная группа. Несмотря на долгий вечерний перелет, юные танцовщицы не перестают улыбаться. Рады они не только возвращению домой. С хорошим настроением из Санкт-Петербурга в Крым девчата привезли победу. Мы приехали туда не просто увидеть других, другие коллективы, увидеть искусство других. Мы приехали именно показать себя и, конечно же, завоевать какое-то место. Что у нас и получилось, мы выиграли первое место. И это было, правда, сложно, но мы заслужили. А потрудиться действительно пришлось, ведь на международном фестивале-конкурсе «Русская сказка» соперниками крымского коллектива стали 28 команд со всех уголков большой страны. Это самые лучшие коллективы, которые в своих регионах выиграли гран-при и которым была возможность приехать и отстоять, как говорится, показать свое искусство своего региона и показать какие-то талантливые детки. В культурной столице старшая группа коллектива «Веснянка» выступила с двумя номерами – «Болгарским танцем» и «Солдатской праздничной». Эльмаз – одна из тех, кто в выступлении выполняла сольную часть. Первое мое соло в номере – это поджатый фавороти, а второе – это абертасы по шестой. Это трюковая часть в номере. Когда огромный коллектив собирается, должны показать каждый себя со стороны. Не только я делала соло в «Солдатской праздничной» и многие другие девочки, которые танцуют со мной. Младшая группа крымского ансамбля также показала себя достойно. Правда, до звания чемпионов немного не дотянули, но тем не менее заняли достойное второе место. Но секрет – громкой победы прост, признается руководитель ансамбля. «Что самое главное у нас? Это есть семья. Когда у нас семья, когда плечо к плечу, когда знаешь, ты выручишь этого друга свою, подругу. Все, только в этом успех». Вместе с кубками и хорошим настроением юные таланты привезли с собой и море впечатлений. Ведь подарком всем участникам соревнования стали и экскурсии по Санкт-Петербургу. Екатерина Наумова, Дмитрий Попов, Антон Кузнецов. Новости 24.